Узбекистан впервые встретит день независимости без своего лидера. Официальный Ташкент подтвердил госпитализацию ислама Каримова. Младшая дочь президента сообщила в своем инстаграм, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг. А мировые СМИ тем временем всерьез обсуждают смену власти в Узбекистане. Кто может стать преемником Каримова, расскажет Тимур Ермашев. Слухи о том, что состояние здоровья узбекского лидера оставляют желать лучшего, для многих уже давно не являются новостью. Однако впервые об этом заговорили официальные СМИ. Накануне правительственный портал республики выдал сухое сообщение о том, что ислам Каримов находится на стационарном лечении и ему необходимо полное медицинское обследование. Чуть позже младшая дочь президента Лола Каримова расставила все точки над «и» в своем инстаграм. Во избежание кривотолков здесь, на своей странице, я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. Сразу после появления первых сообщений о болезни ислама Каримова в политических кругах возобновились споры о возможном преемнике. По версии узбекского политолога Усмана Хакназарова, имя будущего главы республики уже известно. Якобы в апреле этого года Каримов лично объявил, что хочет видеть на посту президента все ту же Лолу Каримову. По другой версии, управление республикой будет возложено на действующего главу правительства. Больше всего шансов занять ташкентский трон у второго лица в официальной узбекской иерархии, 59-летнего премьер-министра Узбекистана Шавката Мерзияева, возглавляющего правительство с 2003 года. Аппаратный вес Мерзияева, кроме того, определяется его близостью к президентской семье, а также поддержкой всесильного шефа службы национальной безопасности Узбекистана, 72-летнего Рустама Инаятова. Не стоит также забывать и о старшей дочери Ислама Каримова Гульнаре, которая на данный момент находится под домашним арестом и обвиняется на родине в попытке госпереворота. Ряд экспертов не исключает, что в случае начала процедуры смены власти Гульнара может составить оппозицию преемнику. Между тем, казахстанские эксперты уверены, что смена власти в Узбекистане может повлиять на ситуацию во всем среднеазиатском регионе. Активные корни и довольно глубокие все-таки радикальные экстремистские организации тоже пустили. Ферганская долина. Сама по себе Ферганская долина, которая граничит с Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, она по сути как бомба. Пороховая бочка. Там столько проблем, на которые не обращали внимания, либо их загоняли в угол, что они ждут моменты, чтобы вырваться. Это и пограничные проблемы, это проблемы с радикализмом, безработицей. На данный момент Ислам Каримов является самым возрастным из тех постсоветских лидеров. Впервые он возглавил республику еще в 89-м году, заняв пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана. 1 сентября республика отметит 25-летие своей независимости. Отсутствие во время празднования президента страны вызвало бы множество кривотолков, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в стране. Именно поэтому официальный Ташкент решил взять на себя роль первоисточника. Тимур Ермашев, Владислав Петров, Информбюро, 31 канал.